Швай, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхад. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Можете присаживаться. И мы сегодня со всем верующим еврейским миром изучаем очередной раздел Торы. Он называется Лех-Леха. Лех-Леха, Мерцеха. Иди из своей земли, из твоей страны. Это Брейшит, 12 глава, или Бытие, 12 глава, ну по 17 главу. И давайте мы почитаем с самого начала. О чем же здесь говорится? И сказал Господь Аврааму, он тогда был Авраамом, пойди из земли твоей, из родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ней пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда он вышел из Харана. Здесь имеется в виду, что это событие произошло в Харане. И в 24 года, вот как раз раздел жизни Авраама, он включен в этот раздел. И далее следует событие, которое описано в сегодняшней главе. Авраам в Египте, Авраам и Лот, выбор земли, война с царями, золотой, встреча с Махиседеком. Бог заключает с Авраамом завет, рождение Измаила. Бог называет Авраама Авраамом, устанавливает завет обрезания, обещает ему сына Исаака, отца. Вот это, как бы, кратко содержание главы. Ну, хочу сказать, что мне неоднократно приходилось комментировать эту главу. И каждый раз мое сердце наливалось теплотой. И я делал одно. С разных сторон размыслял об личности самого Авраама. Меня очень привлекает его личность. И каждый раз, хотя я мог бы о чем-то другом говорить, раздел большой здесь, ну, есть о чем говорить, но все-таки я рассуждаю об Аврааме. По крайней мере, до сего дня. Я, как бы, каждый раз пытаюсь понять секрет его жизненному пути и особенности применительно к сегодняшнему дню. Ведь Авраам – это отец всех верующих, да, отец веры, отец всех верующих. Поэтому, ну, хочется понять, как это у него, почему. Ну, в современном христианском мышлении как-то установилось такое понимание, что для Бога люди, как бы, все одинаковые. Ну, ведь Ишуа умер за всех людей. Ну, и в определенной степени это действительно так, потому что цена была заплачена одинаково за каждого человека, который все согрешили и были лишены славы Божьей. За каждого нужно было заплатить цену. Но есть вопрос. Все ли люди одинаково откликнулись на призыв Божий, на жертву Ишуа? И вот смотрите, например, с какой теплотой Бог говорит, ну, это из Иова, Сатану о современнике Авраама Иове. После того, как тот обошел землю, ну, и сказал, что я обошел землю. И Бог спрашивает у него, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Это в первой главе книги Иова. Не только этот отрывок, но и многие места в Писании говорят о том, что Бог видит и оценивает жизнь, поступки и мысли даже каждого человека. Но не о каждом он говорит с такой гордостью, как об Иове. И не каждому он доверяет свое имя. Ведь в то время, в той ситуации, фактически, Иову было доверено, скажем так, доброе имя Господа. И о потомке Авраама Давиде, несмотря на все его жизненные взлеты и падения, Бог сказал, я нашел мужа по сердцу моему. Значит, все-таки Бог, ну, он различает, правильно, по отклику людей на призывы Божьи. И Бог все-таки различает людей, но только об одном человеке в истории, то, что описано в Танахе, он сказал, друг мой. Называл его другом. Не знаю, это, ну, вы сами понимаете, друг это тот, кому можно доверить. Друг это тот, который, как ты мыслишь, смотришь в одном направлении, поступаешь, поступаешь, как ты. И только Авраам, он заслужил это звание, позицию друга Божьего. И, конечно, возникает вопрос, что сделало Авраама другом, именно другом Божьим. Знаете, я всегда рассматриваю события с точки зрения всей истории спасения человечества. То есть я не просто рассматриваю, вот такое событие произошло, или, ну, что-то там, какое-то событие, но а как оно вписывается, вот всю канву, да, всю канву библейской истории спасения человечества, от Эдема до последней страницы Откровения. И, читая описание жизни Авраама, я понимаю, что Авраам стал первым в истории человеком, который имел тот уровень веры или доверия Богу, который наш небесный Отец ожидал от людей. Ведь смотрите, что произошло в Эдеме, да? В Эдеме было утрачено доверие человека Богу. И поэтому не зря Рав Шауль, апостол Павел, значит, когда он в Деянии 17 главе, он говорит, что для чего был сотворен человек? Он говорит, что от одной крови был сотворен, Бог произвел весь род человеческий. Зачем? «Дабы они искали Бога». Другими словами, ну не просто искали, чтобы они познавали всеми способами, которые только возможны, Библия описывает эти способы, дабы люди познавали Бога, Его характер, Его сердце, Его жертвенность. Для чего? Для того, чтобы восстановить в себе прежде всего это доверие Богу. Потому что если будет доверие Богу, то люди что-нибудь, они будут ходить Его путями. И, соответственно, Бог имеет возможность их благословить во всей полноте. И Авраам стал первым человеком в послепотопном мире, который показал тот уровень именно доверия Богу. И я так понимаю, Богу это очень понравилось. Во-первых, в этом отрывке мы видим, почему мы говорим о том, что он это показал. Мы видим, что он оставил святущий ур, а потом Харан, тоже богатейшее место, торговый центр, где он ввел успешную деятельность. И что он делал дальше? Он просто ходил перед Богом. Дальше он просто делал то, что делали все люди. То есть он кочевал, он пас овец, он организовывал их стрижку, продажу. То есть там много этого не написано, но он вел обыкновенный образ жизни. Но все это в рамках Божьего призвания, все это в рамках Божьего повеления. И что впечатляет, это то, что Бог очень редко за эти 24 года, буквально, по-моему, 5 раз он к нему приходил и обадривал. Говорил там, Авраам, все нормально, и землю дам, потом уточнил, вот эту землю дам. Потом сказал, ну не просто эту, но вот взгляни, вот эту землю дам. Потом уточнил, каких народов землю. Но он не сразу открывался Аврааму. Мы иногда удивляемся, почему так происходит. Почему я не сразу все узнаю о себе, о своем призвании. Вот мы как раз, сейчас идет серия проповедей о призвании человека. И как бы одним из моментов, вот насколько я понимаю, Бог, он не сразу открывается, потому что нам надо научиться ему доверять. Он не может сразу вам все открыть, нам все открыть, вот если мы еще не получили тот уровень доверия, который нужен именно для этого уровня призвания. И таким образом мы видим, что Господь ободрял Иидам, например, вот через 15 лет после выхода из Ура и 10 лет из Харана, сказал ему, что будет велика. Вы помните этот случай, когда Авраам возопил. Господи, ну какая награда, если у меня даже сына нет. Он говорит, все нормально, будет у тебя сын. И не только сын, а смотри, сколько потомков. Вот как песка и как звезд на небе, столько потомков. И именно тогда Авраам поверил, и это вменилась ему в праведность. И самое что интересно, после этого Бог опять замолчал на 14 лет. Так что Аврааму, понимаете, я вот думаю, вот в чем такая вот особенность его веры. То есть она находилась, она воспитывалась, она возрастала. Знаете, при такой неопределенности. То есть неопределенность была, Бог сказал и отошел. Ну там тоже, мы же тоже знаем, да, Господь говорит, и ты точно знаешь, это Бог сказал. А потом раз, год проходит, другой проходит, ничего не происходит. И ты думаешь, ну что же это такое, да, Господи, ну скажи, пожалуйста. Просто, ну, это, а здесь на 14 лет, да. Поэтому Авраам постоянно жил в условиях неопределенности, и в этих условиях он делал только одно. Он ходил путями Божьими пред Господом. Друзья, вы только вдумайтесь, он не вывел народ из Египта, как Маше, да. Он не называл Ханаан, как Иисус Навин. Он не написал псалмов, как Давид. Вот. Но во всей Библии только он был назван другом Божьим. Конечно, мы помним, что была ситуация с его единственным сыном Исаком. Но все-таки это все, вот именно эта ситуация, она не могла произойти с Исаком, вот если бы не было вот этих долгих хождений, долгого хождения в условиях неопределенности перед Господом. И что удивительно, и что меня очень трогает, друзья, это тот факт, что мы тоже можем быть названы друзьями Божьими. Вы представляете? Вот сейчас в это время мы можем быть, не только можем быть, мы уже названы Иишо друзьями. Перед долговой и своим уходом Иишо сказал своим ученикам, вы друзья мои. Ну, это он сказал в рамках, говорит, я вам все передал, то, что отец мне передал, и теперь вы друзья мои, вы все знаете, вы идете за мной, вы верны, вы друзья мои. Но там стояло такое слово, которое не все любят, если. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедал вам. Друзья, нам всегда надо помнить, что есть это если, что нам надо исполнять то, что Господь хочет видеть в нашей жизни. И что нас объединяет, друзья, вот сейчас, вот я хочу сказать и здесь сидящим, и тем, которые перед телевизором, что перед гаджетами своими, кто слушает нас, нас объединяет не только вера, которая, отцом которой был Авраам, вот, но также и времена неопределенности. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Нам выпала судьба жить именно во время величайшей неопределенности. Бог, так же, как и Ова, он так же нам доверяет свое доброе имя, как мы будем жить во времена неопределенности. Вот, потому что на наших глазах рушатся устои человеческой чивилизации. Человек расчеловечивается. Когда со всех сторон идут информационные атаки на святость, на праведность, на хождение перед Богом. Вот. Когда идет информация о войнах, военных слухах. Когда вокруг нас этот мор в виде коронавируса. Вот. Когда также идет информация о том, что из-за всего этого будут еще и глады, да, то есть еще будет и голод. Вот. Когда в нас собираются посеять разобщение, хотят разобщить и посеять страх. Друзья, жизнь Авраама, она говорит. Авраама, который так же ходил во время неопределенности, когда он все оставил, да, и он ходил и не знал, что будет дальше. Вот. Его жизнь, его пример, потому что Писание говорит о том, что судьбы людей Божьих, да, это для нас образы, чтобы мы учились на них. Так вот, Бог через жизнь Авраама говорит нам, не бойся, ходи предо мной, делай дела мои. Да, нас пытаются разобщить, но мы все равно едины, друзья, мы все равно едины. Мы сейчас соединяемся здесь и в интернет-пространстве, соединяемся здесь с этим местом. Местом, можно сказать, жертвенником, да, где всегда идет хвала Богу, значит, всегда идет поклонение. И здесь всегда, значит, читая, всегда изучается Слово Божие, и оно проповедуется, Слово Божие. Вот. Нам, то есть, мы едины, мы едины, и нам надо хранить это единство, нам надо идти за Господом, делать дела Божьи, быть внимательными к нуждам общины, быть внимательными к нуждам друг друга, вот, и хранить единство. И да благословит нас Господь в это время и поможет во имя Ешоа Мессии. Амэн. Амэн.